Моя бабушка Анфиса жила в деревушке в 80 километрах от города. Кроме меня и моей мамы у неё был только огромный серый кот, по кличке Божью. Кот был невероятных размеров, наверное все 8 килограммов живого веса, не считая длинной и пушистой шерсти. Усы, как большие антенны, постоянно были настроены на всё происходящее вокруг. Я часто спрашивала у бабушки, почему у неё нет собаки, да что ты махала бабушка руками, котяра этот зверюга ещё тот и любую собаку в клочья разорвёт, даже ко двору не подпустят. Он самый лучший охранник во всей деревне, вот только в лес постоянно шастает, и что он там делает ума не приложу, жалуется бабушка на своего питомца. Мы с мамой жили в городе, но каждое лето на все каникулы отправлялась к бабушке. Деревушка была небольшая и каждый друг друга знает, все ходят друг другу без стеснения в гости, выпить чайку, посплетничать или даже брать необходимые продукты взаймы. Дом у бабули был просторный и уютный. Огород и даже сад имелся, сарай огромный, а возле дома столько красивых цветов, которые каждую весну бабушка садила с огромной любовью. Мысль о предстоящей поездке также радовала и воодушевляла меня, как и сама поездка. Бабушка никогда и ни в чём не отказывала, чем я и пользовалась. В деревне я чувствовала себя в безопасности и вниманием не была обделена, заботой и лаской. Вот и в этом году, в 20-х числах мая, как только закончились занятия в училище, я сразу же засобиралась к бабушке в деревню на все лето. Войдя в калитку, меня с важностью хозяина встретил Божью, за ним бежал какой-то серый щенок, а потом на крыльцо вышла счастливая бабушка. Из дома уже доносился запах пирогов с ягодами. Внученька наконец-то дождалась, сказала бабушка, и мы с ней обнялись. «Ба, ты что всё-таки собаку завела?» удивлённо спросила я бабушку и потрепала щенка за ушко. «Да это не я завела, Божью завёл нам собаку». Это он ещё в апреле, как только снег сошёл, начал совершать свои постоянные вылазки в лес, вот как-то раз смотрю в окно, а он в зубах что-то несёт. Пришёл и положил на крыльцо серый комочек шерсти. Я как посмотрела, «Батюшки мои, так это же волчонок, а где он его взял, не спросишь ведь». Понятно, что в лесу, а вот где мать этого существа и что с ней случилось, неизвестно. Вот так и остался у нас жить этот найдёныш. Хорошо, что уже молоко сам мог лакать. Так они с котом с тех пор, как привязанные друг другу ходят и едят из одной миски и спят у печки. Свернутся калачиком, прижмутся друг другу и дрыхнут. Никогда не думала, что наш кот может быть таким нежным и заботливым. Кот учит волка охотиться, но не смех ли. Так мы и жили в деревне у бабушки всё лето. Волчонок к концу августа хорошо подрос и стал размером с небольшую собаку. Его молочные зубы сменились на острые волчьи клыки. Я очень подружилась с этой необычной, серой бандой. Кот и волк – два закадычных друга. Такого я никогда больше не встречала в своей жизни. И вот настало время возвращаться в город, я упаковывала вещи, зверинец крутился возле меня, предчувствуя разлуку. Бабуля тоже была в полном расстройстве, маме привет передавай, внученька. Жду тебя через месяц, приезжай, пойдём в лес за грибами. Погода как раз грибная, наберём белых подосиновиков, груздей. Я пообещала бабушке, что через месяц обязательно приеду. На остановке прощались, бабуля плакала, а кот с волком сидели и внимательно наблюдали за нами. Подошёл автобус, я погрузила свои вещи, а бабушка ещё долго махала вслед уходящему транспорту. Ровно через месяц я снова ехала к бабуле. Ну как так-то всего две остановки осталось, а теперь идти пешком. Все ноги собьёшь, пока дотопаешь, думала я всячески ругая сломавшийся автобус. Бабушка будет волноваться, что не приехала в обещанное время до деревни. Мне оставалось проехать всего две остановки, когда автобус чихнув последний раз заглох, и всё бы ничего, да только моя остановка была конечной, и в автобусе к тому времени из пассажиров оставалась только я одна. Делать нечего, взяла вещи в руки, попрощалась с водителем и пошла в сторону деревни. Я шла вдоль трассы, по обеим сторонам, который стоял глухой лес. Миновав одну остановку, я решила чуть отдохнуть на обочине и только отошла от трассы, как вдруг мне навстречу на огромной скорости промчался тёмный автомобиль. Если бы я не сошла с дороги, то он точно бы меня сбил. В машине орала музыка, оглушая лес безумным стуком ударных инструментов. Автомобиль, пронёся вперёд, я прибавила ходу, как вдруг услышала позади себя лёгкое шуршание шин. Обернувшись, увидела уже знакомый автомобиль, который фактически крался за мной. Поравнявшись, автомобиль какое-то время ехал как бы сопровождая меня. Затем открылось окно и я увидела, что в автомобиле сидят двое мужчин, явно нетрезвых, их довольные ухмылки заставили меня поёжиться. Не обращая внимания на них, я шла вперёд, потом остановилась, понимая всю опасность ситуации. Одна на безлюдной трассе, а дорогу мне преграждают два пьяных, видимо решительно настроенных мужика. «Ребята, не надо», Попыталась я вразумить мужчин, мне идти осталось минут десять, я сейчас сверну и через поле. Слова застыли в воздухе, передняя дверь машины открылась и наружу вылез здоровенный лоб в спортивном костюме. Он без церемона схватил меня за руку и потащил к машине. Я упиралась и на глазах от страха навернулись слёзы. Я стала кричать, но прекрасно понимала, что помощи ждать неоткуда. Мужчина сгрёб меня в охапку и затолкал на заднее сидение автомобиля и захлопнул дверцу. Сердце ушло в пятки и я забилась в дальний угол, отчаянно соображая, что делать. Пассажир сел на своё место и машина резко двинула вперёд. Далеко они не уехали, завернули в ближайшую просеку. Автомобиль скрылся в лесу. Машина остановилась на лесной опушке, полянку окружал невысокий кустарник. Выйдя из авто, мужчины открыли заднюю дверь, выпуская меня. Я стояла зарёванная, срастёкся тушью и трясущийся от страха дальнейших действий, а я угадала безошибочно. Один из них, схватив меня за руку, потянул к себе. Я закричала и со всей силы ударила мужчину по лицу, оставив следы красных полос от ногтей. Мужчина, не ожидавший отпора, толкнул меня в грудь, отчего я отлетела на метр в сторону. Этого метра мне хватило, чтобы вскочить на ноги. Вдруг дикий, нечеловеческий голос огласил поляну. Это орал один из мужчин, в его ногу вцепились острые клыки молодого волка. Челюсти сомкнулись мёртвой хваткой. Зубы зверя впивались в мягкую ткань и тянули свою добычу вглубь в кусты. Второй бросился бежать без оглядки, перескакивая через кочки и ямы. Неудачно подвернув ногу, он рухнул на землю и тут же ему в спину вцепились острые когти божью. Когти кота царапали спину до крови, зубами кот вцепился в голову мужика. Мои спасители подоспели вовремя ещё немного и я не знаю, чем бы закончилось это жуткое нападение двух здоровых амбалов. Изрядно потрепав насильников и почти не оставив на них живого места, эта злобная парочка наконец-то прекратила свою расправу. Быстро протрезвев, мужики вскочили в свою чёрную машину и заперлись в ней. Громкой музыки веселья больше не было слышно. Я побрела по полю в сторону деревни в сопровождении своих хвостатых защитников. Откуда они взялись на этой поляне и как почуяли беду, я не знаю. Ясно одно, что возможно они сегодня спасли мне жизнь. С таким боевым отрядом мне было больше ничего не страшно. Бабушке и маме я не стала рассказывать эту историю, чтобы не пугать понапрасну. Дорогие друзья, если вам понравилась история ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди ещё много всего интересного.